Какие же цели хаджа? Вот сейчас братья некоторые приехали из хаджа. Кто-то в том году был, совершил хадж. За прошлые годы кто-то совершается, иншаллах, собирается в следующих годах совершить хадж. Основные цели хаджа, хотелось бы вкратце нам сделать такое напоминание. Чтобы мы размышляли, какие основные цели, для чего Аллах приказал хадж. Первое, аль-ихрам, юзекеру аль-хадж би эвола манази аль-ахира. Когда мы одеваем с вами храм, в состояние храма заходим, ничего одевать нельзя нам. Нельзя душиться после этого. Там также стричь ногти, волосы дергать, растения дергать, убивать там насекомых и так топтать. Ничего нельзя. Две вещи только на человеке, это две накидки. Ихрам напоминает о человеке первую степень каждому из нас, когда он покидает эту жизнь, братья мои. Тоже на нем будет только саванн и больше ничего. Ихрам напоминает нам о саванне. Первое, о чем напоминает нам Ихрам, когда мы только говорим, напоминает нам о могиле, что тоже в такой же одежде нас всех с вами наступит тот день, то, что каждый из нас положит в могилу, ничего мы с собой отсюда не заберем. Поэтому, опять же, что возвращаемся, должны запасы брать. Запасы, которые мы сможем с вами брать, богобоязненность, благие деяния, избавиться от плохого. Должны, аль-хамдуллер, проявлять благой нрав по отношению к людям. Вот это нам, саванн, напоминает. То есть, так же, когда мы любим с вами красоту, благовоние, то есть, мы, аль-хамдуллер, во время храма, мы все уже оставляем это, и так же мы с собой ничего, с собой не заберем в могилу. Второе, Все люди собираются на эту территорию, у каждого свой язык, друг друга не понимаем, у кого-то цвет кожи белый, другой черный, красный, желтый, все на разных языках разговаривают, богатый, среди них бедный, взрослый, старый, молодой, маленький, президент, обычный, там, скажем, человек, который, там, студент, дворник, все мы одинаково перед Аллахом, я сам себе говорю всегда, во время хаджи, к паломникам обращался, в этот день, в эти дни нету понимания, правитель, шейх, муфти, ученые, все в одной одежде мы, только есть один правитель, создатель Аллах, и все остальные рабы, это напоминает тоже судный день, все будут одинаково перед Аллахом, субхану му-та'але. Следующее, что нам напоминает, хадж, это муджахадату нафсу, та хамлю ма шааа, ва яхья руху аль-джиаа, то есть, у человека, Аллах, субхану му-та'але, всегда заложил в сердце, проявлять усердие на пути Аллаха, субхану му-та'але, также и здесь, во время хаджа, верующий проявляет усердие, то есть, когда заезжаешь в мечети, бывают пробки, бывают давки, автобусы не в то время подали, то есть, здесь некое такое усердие нужно проявлять, проявлять сабр ради Аллаха, субхану му-та'але, зихам, то есть, много-много бывает столкновений, тяжело пройти, шаг невозможно сделать, камушки кидаешься, я тут толкаю, здесь дорогу перекрыли, только вышел, субхану му-та'але, обратно загоняет, сейчас не ваше время, чтобы бросать камушки, то есть, вот именно ты в этот момент должен набраться неким таким усердием, и это усердие проявлять ты должен ради Аллаха, субхану му-та'але, должна быть некая сила у верующего человека, и многие говорят, даже старики с нами ходили, субхану му-та'але, последние уже тавафы, видно, уже хромает, тяжело, говорят, Аллах какие-то, субхану му-та'але, дает основные здесь силы, в России бы я так, может быть, не смог пройти, дойти до магазина, здесь таваф делаю, не устаю, субхану му-та'але, больные люди приезжают, и так далее, Аллах дает какой-то, субхану му-та'але, как будто моторчик включили человеку, и он идет, субхану му-та'але, поэтому вот это проявление усердия и рази Аллаха, субхану му-та'але, и Аллах облегчает каждому верующему, также, человек воспитывает себя, быть терпеливым, быть терпеливым, это что нам каждому нужно, субхану му-та'але, проявлять сабр, сабр, сабр за который, награда за сабр, знаете, Аллах, Субхану Анатолею, в Коране говорит, и ни о другой награде нету такого великого сдаяния, как за терпение. Например, мы знаем, например, в мечете Аль-Харам прочитать один намаз, как 100 тысяч намазов. Это великая награда. Субхану Анатолею, за пост, один день поста, отдаляя человека от наказания ада на 70 лет. Такое ты делаешь, Субхану Анатолею, в 10 раз больше Аллах тебе дает награду. Но, однако, за терпение Всевышний Аллах, Субхану Анатолею, говорит, поистине терпеливые люди увидят свою награду без ограничений. Без ограничений. Аллах тебя испытал чем-то, проявляй сабр. Запретный харам приукрашен, ради Аллаха проявляй сабр. Утром тяжело вставать тебе на намаз утренний. Проявляй сабр в поклонении. Какое великое воздаяние за ночные молитвы. Прояви сабр, проснись ради Аллаха. Испытал тебя, потерял близкого, кто-то болеет. Проявляй сабр ради Аллаха. Смирись. Не то, что смирись. Будь доволен, что Аллах тебе дал испытание. Это Аллах, Субхану Анатолею, выбрал для тебя. Проявляй сабр. Как ученые говорят, терпеливые люди возьмут свою награду. В судный день Бигайри Хисаб говорит, Сивишн Аллах, Субхану Анатолею, без ограничений. Как говорят ученые, представь, как будто ты заходишь в банк, тебе дают чек, нули которого не заканчиваются. Вот так же примерно, Субхану Анатолею, награда будет. В судный день люди увидят свои награды, как горы. И скажут, мы столько благих дел не делали. Откуда? Аллах, Субхану Анатолею, сказали, Я вам все записал, вы проявляли терпение ради меня. Великая награда за сабр. И также здесь, Аллах, Субхану Анатолею, то есть бывает, что где-то тебя кто-то толкнул, где-то тебе что-то сказал, где-то что. Ты ради Аллаха, Субхану Анатолею, проявляешься. У тебя великая миссия. То есть ради Аллаха, Субхану Анатолею, проявляешь терпение. Поэтому Аллах, Субхану Анатолею, говорит, Во время хаджа не должно быть скреннословия, споров. Вот это проявление гнева во время хаджа не должно быть. И не просто только во время хаджа. Тебя должно воспитать, чтобы после хаджа быть таким же. Следующее. То, о чем мы говорили, да, это братство, это сплоченность. Вместе должны быть как одна умма. Кибеля у нас одна. В одно время мы читаем намаз. В одном ряду мы стоим. И также по жизни мы должны быть сплоченными. И также по жизни мы должны быть, аль-хамду лля, одной уммой. Аллах нас назвал одной уммой. Поэтому мы должны быть во всех делах одним единым телом. Если одна часть, например, у нас болеет, как Субхану Анатолею сказал, один орган болеет, то остальные органы тоже. Например, у нас зуб болит, голова начинает болеть. У нас температура поднимается. Поэтому мы должны быть сплоченными. Также из цели хаджа это То есть во время хаджа, то есть нас хадж воспитывает тем, что в поклонении Аллаха, в шариате Аллаха, мы не должны искать каких-то лазеек, чтобы изменить закон Аллаха. Например, в этот момент мы должны начиновать на мине. Мы не должны что-то искать, какие-то лазейки, в этот день им ночевать. Почему в этот день? Это шариат узаконен Аллахом, Субхану Анатолею. Аллах усовершенствовал эту религию. У три намаза только ракатов. Это мы не должны что-то искажать, потому что все это зафиксировано в нашем шариате. Здесь мы должны собирать камушки, здесь мы должны бросать, здесь мы должны спать, здесь мы должны стоять на горе Арата, и не должны искать каких-то лазеек, чтобы где-то мы что-то исказили, от себя добавили в нашу религию. Потому что религия наша не нуждается в том, чтобы мы от себя что-то туда добавляли, потому что все в нашей религии есть. И напоследок хотелось бы сказать, как раз у нас есть еще пять минут времени, напоследок, что вот сейчас мы приехали после хаджа. Те люди, которые находились здесь, тоже в дни хаджа совершали поклонение. И чтобы дальше вот этот дух, вот этого поклонения, великий гнейдзюль-хаджа, дух вот этого хаджа у нас сегодня не потерять, не разменять на что-то, чтобы принести через всю нашу жизнь, какие нам советы из Корана и Сунны. Первое, то что наше сердце всегда должно быть связано с Аллахом. На любом уровне. То есть даже когда ты, бывает даже если гневишься, пусть из твоих уст не выходят слова, те слова, которые недовольны Аллаху. Нужно себя воспитывать. Человек говорит, я перед смертью скажу, ля-иляха-иляха-иляха-иляха и зайду в рай. Но смотришь, пакостные слова из его уст выходят. Ругается, когда начинает обзывать, оскорблять, унижать. Скажи, астагфору Аллаху, скажи, субханаллаху, удивился, субханаллаху, радуйся чем-то. Те, астагфору Аллаху, то кто на чем жил, на этом и умрет. Если человек всегда плохие слова говорил, он увидит ангела смерти, ангела Малеку аль-Маут, тут же он напугается и скажет то, что всегда на языке было. Он не сможет ля-иляха-иляха-иляха сказать. Если он всегда говорил ля-иляха-иляха, сможет сказать ля-иляха-иляха. То на чем жил на этом и уйдет из этой жизни. На харамном жил, на харамном уйдешь. На халяльном жиле на халяльном уйдешь. И на этом воскрешнешь, как сказал саллаху алейхи вассалям. Следующее. Поэтому пророк Мухаммад саллаху алейхи вассалям сказал. Пусть твой язык всегда будет мокрым от поминания Аллаха. Один из ученых, когда заходил в уборную, его ученики говорят, когда заходил в уборную, он брал платье, вот это, и вот так вот закрывал. Почему? Боялся в туалете даже произнести имя Аллаха. Настолько он викр делал, настолько он поминал Аллаха. Поэтому если мы будем поминать Аллаха сердцем, это будет на наших устах, на наших лицах будет нур, и наши дела будут правильными. Второе. Всегда воспитать свою душу на поклонение Аллаху. Пришло время намаза, не нужно проявлять какое-то нежелание, какую-то лень. Пришло время, читай намаз. Есть возможность где-то поучаствовать в благом, спеши в этом участвовать. Есть где-то, например, нуждается, братья, в твоем совете. Ты, например, у тебя есть знание в том или ином вопросе. Скажи своему брату. Делай благое, аль-хамдуля, это тебе запишется. И смотри на величие, перед кем ты делаешь. Не смотри, маленькое оно благое дело или большое, а смотри на величие, перед кем ты его делаешь. Как сказано в хадисе, Аллах, Субханам, удивляется и радуется делам рабам, своих рабов. Они забывают то, что они сделали из благого. Аллах это фиксирует и удивляется, какой великий поступок перед моим величием совершил мой раб. Третье. Должна быть у нас именно любовь к Аллаху, как сказано в Исахине Бухарии. То есть именно когда человек себя воспитывает на поклонение Аллаха, это и есть причина, что Аллах его любит. То есть мой раб будет приближаться ко мне через дополнительные благие дела до тех пор, пока я его не полюблю. Когда Аллах полюбит своего раба, обратится к Джибрилу, и скажет, Я люблю такого-то своего раба, и ты его полюби. И Джибрилу, алейхиссалам, обратится ко всем обитателям небес. Я малау с сама, о обитателе небес. Инна Аллах юхикбу фулан, фаахбабту фаахиббу. Аллах любит такого раба. Я его полюбил, и вы все любите его. Как прекрасно быть любимчиком Аллаха, любимчиком ангелов Аллаха, Джибрилу, алейхиссалам, и будет ко мне приближаться, говорит, до тех пор, пока я его не полюблю. Следующее. То есть, когда человек делает благие деяния, и во время испытаний он тоже будет делать благие дела. Как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхиссалам, если человек будет делать благие деяния, поминать Аллаха в лучшие времена своей жизни, то Аллах его не оставит в тяжелые времена. Не оставит без своей поддержки. саллаху алейхиссалам сказал, познай Аллаха, когда тебе хорошо, Аллах тебя не оставит, когда тебе будет тяжело. Если ты будешь беречь Аллаха, увидишь всегда перед тобой Всевышнего Аллаха, Его милость, Его поддержку, субханам ва-те-а-ля. Это, знаете, примерно, когда, например, и Аллах никогда не нарушает свое обещание. Аллах никогда не нарушает свое обещание. Когда, например, отец говорит своему сыну, вот ты закончишь, например, университет на отличное, я тебе там подарю, например, машину, или там тебе, например, дам такую-то, такую-то должность. И он вздерживает свое обещание. Это человек по отношению к человеку, отец по отношению к сыну. А что говорить о величии Аллаха по отношению к своим рабам, великий, субханам ва-те-а-ля, никогда не нарушает свое обещание. И также человек, если постоянно будет благие деяния делать, его ошибки будут стираться. Как сказал Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, салаллаху алейкум, салаллаху алейкум, представьте, говорит, если перед его домом будет протекать чистая река, и в этой чистой реке он три раза будет купаться ежедневно. Что-то останется из его грязи на его теле. Нет. И также Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, сказал Что касательно пять намазов, Аллах, субханам ва-те-а-ля, все грехи, все ошибки, которые между намазами были, стирает, подобно этой чистой реке. И также у человека должно быть аль-азима садика, то есть он должен быть правдив с Аллахом, потому что он будет поклоняться Аллаху, субханам ва-те-а-ля, и должен также быть честным с Аллахом, субханам ва-те-а-ля, в оставлении греховного, и Аллах, субханам ва-те-а-ля, по отношению к нему давать свою милость. И в последок, когда Аллах не спасал сур, последняя сура, которую Аллах не спасла из Кур'ана, как целиком, это сурата Наср, сурата Идай-джаа насур-уллахи вал-фатх. Ва-фи-хал-амру билистихфар. И в этой суре Аллах нам приказывает простить прощение Аллаха в Аллаху, субханам ва-те-а-ля. Идай-джаа насур-уллахи вал-фатх. Ура-эйтан Аллах приказал нам просить прощения после каждого завершения благого деяния. Завершились дни Дуль-Хиджа, просим Аллаха прощения. Завершился Хадж, просим Аллаха прощения. Завершился месяц Рамадан, просим Аллаха субханам ва-те-а-ля прощения. И Аллах субханам ва-те-а-ля простит нас. Должны быть в этом уверены. Потому что Аллах никогда не нарушает Своё обещание. Вот эти некоторые хотели поделиться с вами, дорогие мои братья, с макаса даль-хадж, какие же. Мы теперь поняли то, что все это хадж, это как оболочка, потому что часто задается, а что в этом, какая польза, а в нем скрывается под этой оболочкой великие цели. Великие цели, это есть душа хаджа, это есть сердце хаджа. И также в намазе, это ля-акымис-салят или викри, поминай меня, выставивай намаз для того, чтобы вспомнить обо мне. Пост ля-алакум татакун. Может быть, вы станете богобоязненными, говорится вечно Аллаху Субхану. Просим Аллаха, чтобы у нас не было наше поклонение искусственное, только какие-то действия телесные, а чтобы скрывалась у каждого из вас вот эта богобоязненность, чтобы с каждым поклонением, с каждым завершением поклонения мы были все ближе и ближе к Аллаху. Если мы будем ближе к Аллаху, то Аллах будет к нам намного ближе.